Всем привет, ребят! С вами Механик, и сегодня я покажу вам 5 самых крутых модов для City Car Driving. А в это видео попадают следующие ребята. Ставь лайк, пиши комментарий и делай репост, если тоже хочешь попасть в видео. Как вы все знаете, City Car Driving это симулятор водителя, в котором вам приходится соблюдать правила дорожного движения, испытывать различные дорожные ситуации на себе, ездить по правилам и без правил. Также вы можете здесь попробовать различные автомобили и испытать их в различных условиях. А сейчас проверка на реакцию, успеешь ли ты подписаться за 3 секунды? 1, 2, 3! Успел? Красавчик! Мы с вами все очень любим эту игру, и я думаю, что ни для кого не секрет, что существует просто огромное количество разнообразных модов. Поэтому я решил сделать подборочку из 5 самых крутых модов для этой игры. Поехали! А перед началом ролика рекомендую вам посетить мой магазин игр. Здесь вы найдете ключи и аккаунты по самым низким ценам, а также получаете хороший подарок за любую покупку в магазине. Все это и многое другое в магазине Механика. Заходи и покупай! Ссылочка в описании. И начнем мы сегодня с одной из самых крутых тачек, которая есть в этой игре. Это вот эта заднеприводная восьмерка. Она обязана была попасть в этот топ, потому что действительно очень мало именно тюнинговых машин есть здесь. В основном люди делают моды из стандартных тачек, но здесь же действительно тачка очень круто заряжена. Это заднеприводная дрифтовая восьмерка, и она является прототипом реально существующей машины. То есть действительно есть вот такая машина, которую переделали в задний привод, который... Вот турбированный мотор установлен здесь. Кстати, посмотрите, здесь три турбины установлены, плюс дросселя. Естественно, в реальной жизни это не так. Здесь, ну, видимо, просто накидали все, что было в гараже. Накидали под капот, и машина поехала. Причем, когда я говорю, что она поехала, она действительно поехала, потому как тачка здесь едет очень круто. Вот такой вот спартанский салон. Как видите, внутри сварена вот такая рама, и все это очень круто скопировано. Ничего лишнего, только лишь ручник, коробка передач, причем ручник намного больше коробкой передач и руль. Давайте попробуем, как же она поедет. Она постоянно шлифует, и машина действительно дрифтовая. Она действительно готова идти боком, причем, я так понимаю, что на любой передаче и на любой скорости. Машина отлично ведет себя в дрифте, у нее достаточно хорошая управляемость, и в целом она по любому покрытию может идти боком. Причем, не важно на какой передаче, будь то первая, вторая или столб. Тачка отлично ведет себя в поворотах, прекрасно слушается руля, и практически на любой передаче и на любой скорости ее можно пустить в занос. Причем, это можно сделать как летом, так и зимой. Ребят, это будет не совсем обычный топ, потому что я предлагаю вам расставить моды по местам. Сейчас в правом верхнем углу вылезет голосование, нажмите туда и проголосуйте, на какое место вы хотите поставить данную модификацию. И таким образом мы подобрались с вами к следующей модификации, как вы видите, это зима. Причем зима здесь не только визуальная, она также меняет в целом всю физическую модель, в целом поведение машин, причем не только вашей машины, но и трафика, который здесь ездит. В этой модификации также есть и погодные условия, как видите, сейчас идет снег, но также может быть солнечно, либо на дороге будет гололед. В гололед ездить практически невозможно, любую машину начинает просто заносить и вы просто-напросто не остановитесь. Но и если выбрать снег или солнечно, в любом случае физика поведения автомобиля полностью меняется, его начинает заносить там, где раньше вы могли просто на скорости заходить в поворот. Теперь же у вас это просто-напросто не получится. Вы можете разгоняться, причем разгон тоже становится медленнее, потому что машина буксует. И ее начинает заносить в поворотах. Вот, как видите, машину просто-напросто занесло, при том, что здесь даже не гололед. Если бы был гололед, мы бы уже давно были с вами где-то намотаны на столб. Соответственно, все повороты проходятся теперь очень аккуратно. То же самое делаете не только вы. Вот видите, машину просто постоянно заносит. То же самое происходит и в целом с трафиком. Трафик становится более аккуратным. Но в то же время появляются лихачи, которые уже не могут так быстро остановиться и влетают в вас. Либо вы, в свою очередь, не можете так быстро остановиться и влетаете в кого-то на светофорах. В целом, этот глобальный мод делает игру абсолютно другой. И вы уже не можете лихачить так, как делали это в летнюю погоду. Теперь действительно сложно делать какие-то шашки или просто ездить. Даже по правилам становится сложно, потому что если вы разогнались, то вы уже не остановитесь перед светофором. Вот тормоз в пол и, как видите, очень-очень длинный тормозной путь. Визуальная часть игры тоже сильно меняется. Как видите, все становится такое белое, снежное. Опять же, летящий этот снег очень сильно добавляет какого-то реализма. Ну и в целом, вы видите, что машины в потоке тоже все заснеженные. Это действительно круто. На мой взгляд, эта модификация очень крутая и она действительно помогает разнообразить игру. А сейчас самое время проголосовать вам. Нажимайте на подсказку в правом верхнем углу видео и голосуйте, на какое место вы готовы поставить эту модификацию. А мы движемся дальше. Мы переходим к следующей модификации, которая в целом на игровой процесс практически никак не влияет. Но вот визуальную часть она делает реально крутой. Эта модификация, этот пак текстур, который заменяет стандартные текстуры. Пускай не все, но многие из них. В данном случае, я думаю, что сейчас хорошо видно именно асфальт. Вот посмотрите на асфальт. Он действительно круто теперь выглядит. Сейчас мы пройдем дальше. Я покажу вам еще кое-какие изменения. Во-первых, лес становится более таким насыщенным каким-то, более зеленым. Опять-таки, мы там спустимся чуть дальше. И посмотрим, как это все поближе выглядит. Ну а так в целом, эта модификация также заменяет еще и некоторые стандартные текстуры в машинах. Ты что делаешь? Вот, и полиция уже едет. Уже слышу, уже сирены полицейские слышу. Добавляется какая-то более зеленая трава. Земля становится чуть-чуть реалистичнее. Не очень, конечно. Земля все равно реалистична, но становится чуть лучше. Также, если стандартные машины у вас остались, то многие детали именно интерьера внутри машины тоже заменяются. Здесь же машина модифицированная, поэтому у нее текстуры и так уже были заменены. Также эта модификация заменяет билборды, дорожные знаки, дорожную разметку и еще кучу чего. Каких-то мелких, не всегда даже заметных с первого взгляда мелочей, на которые, когда ты все-таки смотришь и вглядываешься, ты понимаешь, что действительно стало значительно лучше. Ссылки на все не стимовские модификации я оставлю внизу в описании этого ролика. Ну а сейчас самое время проголосовать. Как вы считаете, на какое место стоит ставить эту модификацию? Смотрите, сейчас вылезет подсказка в правом верхнем углу экрана. Нажимайте туда и голосуйте, на какое место же поставить эту модификацию. Ну а мы продолжаем. Еще одна крутая модификация, связанная с машинами, потому что эту машину нельзя обойти стороной. Существует несколько вариантов гелика для сити-кар драйвинга, но именно вот этот, на мой взгляд, самый крутой. Он круто сделан и визуально, и внутри, и вот именно физика его поведения, она просто потрясающая. Тут также есть 63 гелик, есть 6х6 гелик, но все они какие-то не такие. Именно с точки зрения поведения на дороге, они едут как-то непонятно. Но вот этот, еще и вкупе со звуком, который здесь также доработан. Сейчас я вам покажу, как он звучит, вы просто, вы просто послушайте. Звук именно настолько круто подобран, вот прям по оборотам, как это должно быть. И машина в целом ведет себя на дороге примерно так, как ведет себя гелик. У нее не очень четкое управление, то есть она прямо не идеально следует поворотам руля. У нее крутой разгон, она действительно создает впечатление, как будто вы вжимаетесь в кресло. Вот прямо так это происходит. Даже если вы любитель более новых геликов или вообще не любите подобные машины, вам обязательно нужно попробовать прокатиться именно вот на этой машине, потому что она действительно другая. Она не похожа в целом на большинство модификаций крупных автомобилей здесь. У нее адекватные тормоза, у нее адекватное управление. И в целом именно физика поведения этой машины, она просто доставляет колоссальное удовольствие. Салон в целом тоже более-менее такой нормальный, мог бы быть и получше. Вот видите, руль немного такой квадратный, видны вот эти грани полигонов. Но в целом общее впечатление от машины только положительное, поэтому смело ее могу рекомендовать. Ну а сейчас сверху появится голосование. В правом верхнем углу нажимаете на подсказку и голосуйте, на какое же место вы хотите поставить данную модификацию. И мы переходим к следующей модификации. Как вы понимаете, дождь идет неспроста, потому что это осень. И это еще одна глобальная модификация для сити-кар-драйвинга. Сами посмотрите, все деревья просто желтые, трава желтая. Прям вот настроение супер осеннее сразу становится. Даже немного грустно как-то, хотя за окном лето. Вот так выглядит машина в этой среде. И я вам хочу сказать, что помимо визуальной составляющей, так же меняется еще и физика. Сейчас мы немного прокатимся и попробуем в этом убедиться. Что машина сразу отражается на асфальте, причем не только наш автомобиль, но и другие участники движения. Желтый цвет уже не такой яркий и небо по-особенному. Ну, сами видите, оно прямо все затянуто тучами какими-то. Причем непонятно, они движутся или нет, но создается впечатление того, что капли сейчас текли вверх. Это достаточно странно. Видимо, какая-то физическая аномалия только что произошла. Да нет, на самом деле, это просто когда машина едет, вы видите, что капли текут вверх по лобовому стеклу. В то же время, когда мы тормозим, сейчас капли будут течь вниз, то есть как и должны быть. Это действительно круто. Если честно, раньше я на это внимание особо и не обращал. Но когда всматриваешься в детали, начинаешь замечать действительно крутые вещи. Поведение машин в целом тоже меняется, потому как становится скользко. Это уже такая поздняя осень, когда начинаются первые холода, первые заморозки, достаточно много дождей. И обильно политый асфальт начинает быть действительно скользким. Даже с учетом того, что у нас Audi R8, которая в принципе обладает просто сумасшедшим зацепом, особенно на летнем покрытии. Вот здесь она уже, смотрите, вот сейчас тормоз в пол. Вот, все, машину понесла, она уже становится практически неуправляемой. То есть, действительно, дождь, причем такой обильный дождь, он вот таким образом влияет на поведение машин. Причем не только, опять-таки, повторюсь, не только на ваше поведение, не только на поведение вашей машины, но и трафик себя тоже ведет порой не очень адекватно. Отражается небо на асфальте. Возможно, это может быть и не очень реалистично сделано, но в целом атмосферность игры абсолютно меняется. И визуальная часть, как минимум, становится действительно очень круто. И традиционно предлагаю вам проголосовать за этот мод. Сейчас в правом верхнем углу видео вылезет подсказка, на которую вы можете нажать и проголосовать. На какое место стоит поставить данную модификацию, понравилась вам она или не очень. Но на этом видео будет заканчиваться. Я хотел попросить вас в комментариях выбрать, какой топ вы хотите увидеть следующим. У нас может быть топ немецких машин, топ японских машин, топ дрифтовых машин и топ внедорожников. Какой топ вы хотели бы увидеть следующим? Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, если понравилось, и делайте репосты, чтобы ваши друзья тоже могли увидеть эти крутые модификации. Ну а на этом все, с вами был Механик, и всем пока!